Что бы ни случилось в нашей жизни, мы обращаемся к Господу Богу и к врачу, потому что именно глядя в ваши добрые, профессиональные глаза, мы уверены в том, что всё будет хорошо. Эти медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Именно они принимают температурящих больных в поликлинике, ещё не имея на руках подтверждённого или отрицательного диагноза COVID-19. Почти половина случаев новой инфекции протекает в лёгкой форме, и пациент зачастую думает, что у него просто ОРЗ. И потому не принимает необходимых мер безопасности. Есть и такие люди, которые сомневаются в существовании опасного вируса. Болезнь однозначно есть, потому что лично среди моих родственников и среди моих близких друзей по разным регионам России люди лежат в больницах с подверзённым диагнозом. Это однозначно. Беречься однозначно нужно. Зачем рисковать, когда впереди целая жизнь? Для того, чтобы поддержать медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией, в России проходит акция «Мы вместе». Сотни тысяч людей объединились, чтобы не только словом, но и делом помочь врачам. Наши работники также захотели присоединиться к этой акции, собрали средства для того, чтобы хоть как-то вас отблагодарить. Это благодарность от всех работников Балаковского филиала, компании «Фосагра», от каждого из них. В рамках благотворительной акции было собрано почти 750 тысяч рублей. Финансовую помощь в нашем городе получили 96 работников инфекционного госпиталя, 10 специалистов ПЦР-лаборатории и 89 медиков первичного звена, работающих в поликлиниках. Есть в этом списке и 23 волонтёра, которые в период пандемии также помогают тем, кто остаётся дома. У нас ежедневно практически поступают звонки от пенсионеров с просьбой выполнить какие-то поручения, купить продукты, оплатить коммунальные услуги, телефонную связь. Были приняты все меры предосторожности – маски, перчатки, дистанции полтора метра. Студенты медицинского колледжа, ребята из молодой гвардии, активисты гражданского дозора и социальные работники объединились, чтобы помощь приходила каждому, кто за ней обращается. Более 600 человек получили нашу помощь общественную за этот период. И семьи с детьми, и те семьи, которые вынуждены сейчас по здоровью находиться на карантинных мероприятиях дома, ни малейшее их обращение не осталось без нашего с вами внимания. Но и тем, кто оказывает помощь по долгу службы и по зову души, необходима поддержка. Не только финансовая, но и добрыми словами, которые в последнее время все чаще звучат в адрес медиков и волонтеров. Сами же врачи благодарят тех, кто обеспечивает их всем необходимым для безопасной борьбы с инфекцией. Хотелось бы, конечно, сказать слова благодарности за действительно те костюмы, которые Фосагра нам предоставил в первые вот эти вот очень тяжелые дни, когда никто ничего не знал, и мы ничего не знали, и вы ничего не знали. Мы ходили на работу и рисковали, в общем-то, своим здоровьем ежедневно. Поэтому за это огромное спасибо. В самом начале пандемии компания Фосагра, собрав весь опыт других стран по борьбе с новой инфекцией, выпустила специальное пособие для медиков, и благодаря этому во многих городах удалось правильно организовать работу ковидных госпиталей. Нам легче было подготавливать работу госпиталя, нам было уже с определенным опытом и с поддержкой компании Фосагра легче было начинать именно ПЦР, запускать ПЦР-лабораторию, и, конечно же, объединить всех волонтеров, неравнодушных людей и вас в том числе в работу в поддержке старшего поколения. Многие из нас уже привыкли к тому, что рядом существует опасная инфекция. Поэтому даже несмотря на снятие некоторых ограничений, мы продолжаем носить защитные маски в общественных местах, гулять преимущественно за городом, отдыхать на дачах, а не в парках, использовать антисептики. Врачи также приобрели опыт в борьбе с болезнью, и число вылечившихся в последнее время все чаще превышает число зараженных. Но победа еще впереди, и потому благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку медиков и волонтеров продолжается. На днях должна состояться передача материальной помощи ветеранам Балаковского филиала АО «Апатит», которые оказались в трудной жизненной ситуации.